На здравоохранение депутата решили не экономить. На медицину в бюджет заложили больше 20 миллиардов рублей денег. Хватит и на реализацию федеральных программ, и на ремонт и больниц. В следующем году в регионе начнут активную борьбу с онкологией. Всё в рамках федеральной программы. На эти цели выделили почти 300 миллионов рублей. Эти средства направляются на переоснащение областного онкологического диспансера, на закупку современнейшего оборудования. Именно в наш областной диспансер. В основном будут закупаться многофункциональные универсальные комплексы, дорогостоящие наркозные дыхательные аппараты. Дорогостоящую технику получат и сосудистые центры, тоже в рамках федеральной программы. Бюджет во втором чтении депутаты пересматривают с учётом новых дотаций. С федерального уровня в регион спустили дополнительно свыше 3 миллиардов рублей. Учитываются и предложения жителей, которые выносились на публичные слушания. В семи больницах области проведут ремонт, 13 оснастят новым оборудованием. В шести районах появятся модульные ФАПы. А вот чего не будет, так это новых льгот для детей войны. В этом году им обеспечили льготный проезд в общественном и пригородном транспорте. Но на этом всё. Губернатор уже созвал рабочую группу, но на федеральном уровне закон о льготах для детей войны не поддерживают. А без одобрения федеральных коллег в регионе субсидий не выделят. Если принимается закон, то финансирование осуществляется, в том числе поддержка из федерального бюджета происходит, если, конечно, есть источник финансирования. Поскольку мы с вами, регион, получаем дополнительные с федерального бюджета, поэтому устанавливать дополнительные меры поддержки, к сожалению, такой возможности на сегодня нет. Зато в регионе сохранятся все существующие соцвыплаты. К тому же 10 ветеранов Великой Отечественной войны смогут за счёт бюджета улучшить жилищные условия. Рассмотрели льготы и для сотрудников Росгвардии. Структура эта сформирована недавно, поэтому её сотрудники не могли рассчитывать на необходимые льготы. Депутаты это поправили. Мы сегодня рассмотрели распространение льготы по транспортному налогу и распространение льготы инвалидов, получивших инвалидность в прибыльных действиях бойцов Росгвардии, Росгвардии, Национальной Гвардии. У нас таких немного, один, но тем не менее он будет пользоваться правом не платить транспортный налог. Все правки в бюджет члена комитета по здравоохранению и соцполитике одобрили. Но утверждать главный финансовый документ области ЗАГС Собрания будет в полном составе уже на следующей неделе.